МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четверг — это мой самый любимый день недели, потому что его смело можно уже считать предпраздничным днём. Я надеюсь, что не только твой, но и наших только что проснувшихся телезрителей. Потому что утро четверга, оно прекрасно. Ирина Черная будет радовать вас своей улыбкой, задорными шутками, прибаутками в течение этого прекрасного часа, а может быть, даже двух, а может быть, даже вообще в течение всего дня. Кто знает, где вы её встретите сегодня? Алексей Киселевский тоже непрост. Вот так вот щегол наш утренний фактически стартовал. Ну и я, Алина Малинина, тоже рада приветствовать вас. Это четверг, дорогие друзья, смотрите вы телеканал «Дон-24». И утро мы начинаем ежедневно вместе со всей нашей красивой, прекрасной Ростовской областью. Алина Малинина, с вами просто заинтриговала всех, не только зрителей, но и нас с Алексеем в том числе, своими такими вот интересными фразами о вокруг неё находящихся людях. Хорошо, что не вся Ростовская область выстрелилась за твоей спиной, но иначе бы всё утро мы слушали только об этих людях, и это было бы, наверное, прекрасно. Но в Ростовской области огромное количество живёт людей, которые являют собой пример патриотизма, героизма, творчества, и всё в том же направлении. И часть этих людей сегодня будет у нас в гостях. Например, патриоты сегодня у нас будут в гостях. Это тревел-шоу «Барракуда», которые очень любят современную и классическую музыку исполнять на ударных инструментах. А ещё в гостях у нас сегодня не будет никто-нибудь иной. А, Владимир Машкин, режиссёр-постановщик моноспектакля «Небесная», исполнитель главной роли Виктория Сергеева и директор школы театра и пластики артист Вячеслав Сергеев. Так что будьте сегодня. Короче, театр, музыка сегодня. Да, сегодня у нас совершенно необыкновенное будет утро. Ну а традиционно, конечно, гороскоп, погода, завтрак и всё то же самое. Но каждый раз новое и интересное. Поэтому выпуск новостей тоже уже готов. Ну и по традиции обратимся к народному календарю. Сегодня отмечается день Харитины, первые холстины. Вот так вот он называется, неожиданные какие-то слова. Обожаю, обожаю просто народный календарь. Непонятно, что означают. На Руси к этому времени полевые и огородные работы во всех деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. Тут Ирина полезла в календарь. Ну я думала, у меня есть календарь, ну-ка я сверюсь. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием. Вышивали, вязали, пряли. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением. Ну а что же касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению ничего-нибудь там о валенок. Эту обувь упоминали в поговорках. Отстал от ночи день, запнулся валенком за пень. Говорили наши предки, подмечая, что день становился заметно короче ночи. И также наблюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, облака шли против ветра, это предвещало снег. А безветренная погода сулила похолодание. Ты знаешь, вот сегодня, пока я ехала на работу, ветер не сильно дул. Но очень мне не хочется, чтобы это было к похолоданию. В любом случае об этом точно знает Ирина Касарина. Доброе утро, Ирина. Четверг, 18 октября. И этим свежим утром я с радостью всех вас приветствую. Доброе утро, Ира, Алина, Алешенька. Доброе утро, дорогие наши телезрители. И я уже готова подсказать всем тем, кто еще не успел выйти из дома, стоит ли сегодня утепляться. Итак, в Вешенской сегодня днем воздух прогреется до 23. Ночью плюс 7 и без осадков. В Морозовский днем также 23, ночью 4. В поселке Тарасовский днем 23, ночью минимальная температура воздуха плюс 8. В Красном сулине осадков не будет, ночью 7, днем 24. Достаточно тепло сегодня будет и в Волгодонске. Здесь плюс 24, солнечно и ясно. Ночью понижение до 11. В Зернограде плюс 25, ночью 9. Сальск по традиции один из самых теплых городов нашего региона. Столбик термометра поднимется до отметки 25 градусов выше нуля. В Таганроге плюс 22. Гостям и жителям этого города зонтики не пригодятся, здесь дождя не будет. В Ростове-на-Дону плюс 23, к ночи понижение до 9. Синоптики обещают, что дождя здесь сегодня тоже не будет. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Берегите себя и будьте здоровы. Коллеги, вам передаю слово. В ближайшее время жители Ростовской области смогут стать свидетелями красочного астрономического явления. В ночь на 21 октября можно увидеть метеорный поток Ариониды. Об этом сообщает московский планетарин. Да-да, а поток порожден кометой Галлея. Она пролетает мимо Земли всего два раза в год, осенью и весной. В этом году звездопад начался 2 октября, однако своего максимума он достигнет именно в ночь на воскресенье 21 октября с полуночи и до рассвета. Да, звездопад начался уже сейчас. А, вот оно что. Так вот, название «Метеорный поток» приобрел от созвездия Ориона. А наше от созвездия, видимо, еще Ириона может быть. У нас от созвездия Ириона. Итак, звезды уже летят, звезды уже падают, а значит... А вместе с ними падает и Алексей. И падает Алексей, который про гороскоп знает все и готов поделиться этим. Итак, вот как сложились звезды на сегодня. У Овнов подходящий день для общения в неформальной обстановке. Вам удастся создать легкую и приятную атмосферу. Так что проведите время с теми, кого вы любите. Тельцам сегодня нежелательно спешить и отвлекаться. Особенно, если вы работаете с документами или отчетностью. Велик риск сделать много мелких ошибок. Близнецам лучше воздержаться от крупных трат. Однако, побаловать себя тем, что вы любите, совсем не запрещается. Ракам предстоит решать много проблем, причем в основном чужих. Научитесь говорить «нет», иначе ваши собственные дела уйдут на второй план, и вы рискуете потерять себя. У львов этот день будет совсем непростым. Если не знаете, как поступить, слушайте свой внутренний голос, и тогда вы точно не прогадаете. Девам стоит посвятить этот день романтическим свиданиям, общению с друзьями и другими близкими людьми. Вас порадуют приятными известиями, да и вам будет о чем рассказать. Весам стоит помнить, что этот день не слишком подходит для принятия важных решений. Перенесите их на более позднее время. А день сегодняшний посвятите отдыху и своим увлечениям. У скорпионов благоприятный день, подходящий для того, чтобы вернуться к старым идеям и планам. Вы сможете прояснить то, чего раньше не понимали, а также найти ответы на многие вопросы. Найти общий язык с окружающими стрельцам будет тяжело. Также могут напряженно складываться отношения с близкими друзьями. Лучше не обращаться с просьбами к кому бы то ни было, просить влиятельных людей об их услугах. Козерогам сегодня крайне важно держать себя в руках. Старайтесь избегать разногласий со своей второй половиной. Лучше отложить обсуждение долгосрочных планов и сосредоточиться на решении текущих вопросов. У водолеев сегодня очень загруженный день. С каждым часом дел будет все больше, а справляться с ними будет труднее. Лучше отложить что-то на потом. Перегрузки нежелательны. На окружающих успехи рыб произведут сильное впечатление. Вероятны новые знакомства. С них могут начаться и дружеские, и романтические отношения. Но в любом случае вы останетесь довольны. Ростовчане выиграли областной чемпионат по современному пятиборью. Кто бы мог подумать, что у нас мало того, что есть пятиборцы, которые чемпионаты выигрывают. Первенство, кстати, проходило на территории конно-спортивного комплекса в городе Таганрог. Свои силы приехали проверить лучшие пятиборцы города Ростова-на-Дону, Краснодара и Таганрога. В мужском пятиборье все призовые места заняли ростовчане. Золото завоевал Петр Борщов, серебро – Данил Могилин, бронзу – Егор одежный. А среди женщин золото завоевала ростовчанка Юлия Сергеева. Серебряной призеркой стала Марина Горецкая. Все призеры чемпионата – это воспитанники Ростовского областного училища Олимпийского резерва. И я предлагаю брать с них пример, облачиться в спортивную форму и отправляться на зарядку. Во время всех упражнений делаем выдох ртом, а вдох – носом. Первое упражнение – сотня. Плечи и лопатки отрываем от пола. Руками держимся за внутреннюю поверхность бедра. Ноги под углом 60 градусов. Руки вытягиваем вперед, ладонями вниз. Выполняем 100 раз. Следующее упражнение – скручивание. Ноги держим на весу. Руками тянемся к стопам. Поясница прижата к полу. Выполняем в течение минуты. Упражнение номер 3. Поднятие таза. Руки вдоль корпуса. Лопатки и плечи прижаты к полу. Стопы на ширине таза. Приподнимаем таз вверх. Одну ногу ставим на носочек, вторую приподнимаем вверх. Выполняем по 15 раз на каждую ногу. Отжимания. Перевернитесь на правый бок. Правой ладонью обнимите себя. Левую зафиксируйте перед собой. На выдохе приподнимаемся. На вдохе опускаемся. Выполняем 15 раз на каждую сторону. Удар ногой. Таз зафиксирован. Носок тянем на себя. Делаем выдох на два счета. На вдохе отводим ногу назад. Носок от себя. Выполняем 15 раз на каждую сторону. Вращение бедром. Носок вытянут. Нога натянута, как струна. Выполняем вращение по часовой стрелке, а затем против нее. Делаем упражнение в течение минуты. И хотя Ирина Касарина нам уже с точностью рассказала все о погоде на сегодня, все-таки осень идет большими семивильными шагами, октябрь же заканчивается, а там и ноябрь, последний осенний месяц. Каким он будет? Так вот, синоптики обещают, что бабье лето задержится в Ростове еще на неделю. До февраля. До конца октября, слава богу. Можно, можно, чтобы синоптики мне сказали наконец-таки? Нет, они могут тебе сказать, Алина, но будет ли это на самом деле, вообще, конечно, неизвестно. Но я хочу обратить внимание всех, что с начала ноября начнутся очень такие серьезные качели по температурному режиму. Ирина, я не хочу с вами больше разговаривать этим утро. Понятно, лучше я этого рассказывать не буду. В любом случае, приготовьте теплую одежду. В начале ноября возможны сразу заморозки до минус 10 градусов. И это не очень хорошее сообщение, но если вы вдруг замерзли, я уверена, что запеканка с растаявшим, расплавленным теплым сыром согреет не только вашу душу, но и тело. Запеченная закуска с сыром. Подготовьте 250 граммов твердого сыра, 250 граммов моцареллы, 8-10 пшеничных лепешек, оливки и зеленый лук по вкусу. Также вам понадобится 450 граммов томатного соуса, 3 стакана воды, 2 столовые ложки оливкового масла, 4 зубчика чеснока, 15 граммов репчатого лука, по 1 чайной ложке сушеного орегано, базилика и петрушки, 4 чайные ложки порошка чили, половина чайной ложки молотого тмина, черный перец и соль по вкусу. В большом сотейнике разогрейте масло и обжарьте измельченный чеснок в течение минуты. Добавьте остальные компоненты для соуса, кроме воды, и перемешайте. Затем добавьте воду, перемешайте и доведите соус до кипения. Томите на медленном огне от 15 минут до 1 часа, в зависимости от желаемой консистенции. Тем временем натрите сыр и мелко покрошите зеленый лук и оливки. Отложите 100-150 граммов сыра, остальное смешайте с 60 миллилитрами соуса и тщательно перемешайте. Начините лепешки сырной массой. Сверните плотные роллы и выложите в термостойкую форму швом вниз. Влейте немного соуса в форму и посыпьте оставшимся сыром. Распределите предварительно измельченные оливки и лук. Выпекайте примерно 20 минут при 200 градусах или до образования золотистой сырной корочки. Блюдо готово. Приятного аппетита! Ну а я напомню, что утро на телеканале Дон-24 продолжается. Такое яркое, светлое, задорное и дружелюбное. Вот обязательно дружелюбное для вас, ваших соседей и вообще вашего всего дома. Утро дружелюбное, потому что мы хотим немножечко исправить статистику, которую нам тут рассказали. Дело в том, что эксперты портала недвижимости домофон.ру провели очередное исследование среди жителей нашей страны. И они выяснили, какие отношения сложились между соседями в разных городах. По результатам опроса Ростов оказался практически в конце списка. На 129-м месте из 150-м. Участникам опроса предложили оценить утверждения. Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые. По шкале от 1 до 10, где 1... К домофону, интересно, спрашивали. Ну, видимо, да. Да, нужно блокнотку нажать. Где 1 означает полностью согласен, 10 полностью не согласен. Вернее, 1 полностью не согласен, а 10, наоборот, полностью согласен. Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями. В исследовании приняло участие, ни много ни мало, 60 с лишним тысяч человек. Уточнили составители рейтинга. Ну, кстати, средняя оценка по стране 7,6 балла. А вот Ростов получил 7,2 балла, что еще меньше, чем с результатом исследования в прошлом году. По добрососедству наш город обогнали обе столицы, что уже радует. Ну, там всегда говорили, что в столицах люди злые. Сложные отношения с соседями, да? Да. Неожиданно тоже Краснодар обогнал нас, Волгоград, Екатеринбург и другие миллионники. Из них самой дружелюбной оказалась Казань. Ну, а в целом по стране самые лучшие отношения с соседями у жителей Грозного. А самые худшие у проживающих в Бузулуке, расположенном в Оренбургской области. Ну, а последние места также заняли Воскресенск, Ногинск и Люберце. Все эти города находятся в Московской области. Между прочим, если соседи недовольны тем, как вы проживаете, с ними рядом, это, скорее всего, связано с тем, что ваши маленькие дети бегают, стучат ножками, кидают игрушки. И, в общем-то, соседям это не нравится. Тогда, друзья, надо детей занять чем-нибудь. Например, развивать у них мелкую моторику, и все будут довольны. Мелкая моторика играет важную роль в общем развитии ребенка. Это знает каждая мама. Ведь у мелкой моторики есть уникальная особенность. Она связана со зрением, вниманием, нервной системой, памятью и восприятием ребенка. Ученые доказали, что развитие мелкой моторики и речи очень тесно связаны. Ведь в головном мозге речевой и моторные центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр тоже начинает активизироваться. Именно поэтому для своевременного развития речи ребенка необходимо большое внимание уделять развитию мелкой моторики. В сегодняшнем ролике мы покажем вам пять простых игр с коктейльными трубочками, направленных на мелкую моторику. Такие варианты подойдут деткам от одного года. В качестве фундамента мы использовали пластилин, а самим строительным материалом стали трубочки, макароны, подходящие по диаметру, и овсяные колечки. Покажите ребенку, как это работает, и он наверняка будет пытаться повторить с большим интересом. Из пластилина и разрезанных трубочек можно сделать причудливых ежиков. Ребенку наверняка понравится такая игра, особенно если придумать историю для этих героев. Нарисуйте на пластилине цифру или букву и повторите контур с помощью обрезанных трубочек. Такая игра не только помогает развивать мелкую моторику, но и способствует изучению цифр и алфавита. В каждую трубочку прячем кусочек спагетти. Параллельно можно изучать понятия толще-тоньше. Сделайте вместе с ребенком яркое ожерелье, используя вместо бус кусочки трубочек. Маленькие модницы будут воображать в новом украшении перед зеркалом. А мальчики сделают самый дорогой подарок маме. Ну а теперь настало время поговорить о нововведении. Модная остановка общественного транспорта появится в самом центре Ростова на проспекте Ворошиловска. Ростовский депутат Анатолий Котляров запечатлел на камеру своего телефона строительство новой остановки на пересечении Ворошиловского проспекта и Большой Садовой. И опубликовал снимки на своей странице в соцсети. В настоящее время уже ведется монтаж конструкций. Рабочие огородили периметр стройки баннером, который, собственно, выполняет пока функцию забора. Ну, нужно отметить, что остановка весьма неординарная, интересная по дизайну и отличается от обычных стекляшек, которые фактически заполонили город. Очень приятно, что такие остановки будут украшать центр нашего города. Ну и напомню, что аналогичная остановка уже существует на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Симашка. Если вы проезжали, то наверняка видели там такую стеклянную конструкцию. Так вот, это остановка. Но если эта новость касается нововведения исключительно в нашем городе, то следующая новость касается нововведений, которые затронут не только наших ростовчан, но и вообще всех жителей России и других стран мира. Грядет техническая революция, в нашей стране могут демонтировать все светофоры. Инженеры компании «Форд» разработали инновационный способ общения между автомобилистами. Его внедрение позволит демонтировать светофоры. Также разработчики уверены, что новшество позволит избавить большие города от заторов. Для нас это очень актуально. Реализовать проект достаточно просто. Необходимо лишь установить на каждой машине систему связи для общения между собой. Автомобили будут самостоятельно общаться друг с другом, передавая данные о скорости, местоположении и другие показатели. А также будут обмениваться еще и бензином. Мало ли кому нужно. А я думаю, будут открывать окошко и говорить, дорогой, проезжай ты, пожилой человек, тебя вперед. Бортовые компьютеры на основании полученных данных будут решать, как и с какой скоростью нужно двигаться автомобилю, чтобы пересечь перекресток, не останавливаясь. Не знаю, как они будут общаться при этом с пешеходами, потому что есть категория людей, которым, в принципе, все равно. Есть машина, где там светофоры. Ей это все не нужно. Она просто идет и переходит дорогу с той скоростью, которая ее устраивает. Ну, автомобилисты еще не скоро начнут так общаться, а мы начнем общаться с нашими гостями практически минут через, так я думаю, 8-10. Потому что я уже в руках держу программки предстоящего спектакля «Небесная». И к нам в гости придет и актриса, главная героиня, и режиссер-постановщик, и директор театра. Разговор будет очень интересным. Но пока очередная серия с Мишариков. Душа. Душа женщины. Чем дольше я, мужчина, живу на свете, тем загадочней для меня становится женская душа. Не знаю, что на меня так повлияло. То ли прошедшая реклама на Донбассе. То ли наши гости. Но все это не просто так. Ты говоришь, даже не совсем цитируешь, не совсем себя. Цитируешь одного человека. Все ты знаешь. Сегодня у нас в студии. Дело в том, что 21 октября состоится долгожданная премьера моноспектакля «Небесная» по пьесе драматурга из Екатеринбурга Алексея Щепанова. И сегодня у нас в гостях режиссер-постановщик пьесы Владимир Машкин. Доброе утро. Доброе утро. Актриса, сыгравшая главную, насколько я понимаю, единственную роль в этом спектакле. Виктория Сергеевна Виктория. Доброе утро. Доброе утро. И директор школы театра и пластики артист Вячеслав Сергеев. Доброе утро. Доброе утро. Ну, слова, из которых начал Алексей, Володь, это твои. Ну, это моя аннотация. Это твоя аннотация. Дело в том, что у тебя две дочки. Да. И сыночек. Четыре сыночка и лапочка и дочка сидят. И женскую душу ты изучаешь непосредственно от начала ее появления и все этапы взросления. Чем дольше живу, тем непонятнее. Вот я так понимаю, что... И на тебе изучал, кстати. И на мне, да, чуть-чуть поизучал. И на имя. Тренировался на всех. Да. Как с кошками, я так понимаю. И вот появилась такая... Такой спектакль, небесная по пьесе. Почему именно он? О чем спектакль? Да. Так о чем этот фильм? Ну, о женской душе. О непонятной, загадочной, которую пластами просто погружаешь и погружаешь, и дна там не видишь. И дна там не видишь. Там дальше у меня написано, вот я просто не помню. Женская суть, и это несмотря на то, что я отец двух дочек. Я был восхищен темой Алексея Щепанова. На такое же нужно отважиться, просто броситься на амбразуру. Ну, как понять это голубоглазое, светлое или темноволосое создание, которое сегодня тебе тапочки переносит, а завтра бормочет через губу. Ой, только не сейчас голова болит. Не понять никак. Вот и я, несчастный режиссер этого спектакля, пытаюсь погрузиться, ну, хотя бы поверхностно. Очень даже счастливый режиссер, и мне кажется, что очень счастливые все будут, потому что премьера, она действительно... Должна быть очень интересной. Должна быть очень интересной, и тема-то актуальна. Мне кажется, мужчинам смотреть, я бы так сказала. А женщинам особенно смотреть. А женщинам особенно. Сюжета там никакого нет. Нет, просто вот монологи женщины очень красивой, очень умной, способной, состоявшейся в жизни. А в мою сторону, в ту сторону, вот там сидит очень красивая, очень умная. Да, состоявшаяся в жизни, но почему-то мужики ее все время обижают. Ага, вот так. Ну, то есть вот это вот такой вот сюжет. Мы не будем все рассказывать, иначе какой смысл? А сюжет это все. Понятно, да? Виктория. Где же вы встретили? И Викторию, и ее супруга, если я правильно понимаю. И Вячеслава. И Вячеслава. Слав, поговори. Да, микрофончик к себе, пожалуйста. Значит, года три назад мы познакомились с дядей Вовой Машкиным. Мы его так называем, дядя Вова. Так, нежно и любя. По-свойски, да. Значит, дядя Вова Машкин наш коллега по театру. Мы работали в Ростовском независимом драматическом театре вместе. Служили там артистами. Значит, театр тот закрылся через какое-то время. Ну, и мы через какой-то промежуток организовали школу театра и пластики артист. Начали обучать там детей актерскому мастерству. Вот. И стали привлекать своих знакомых по театрам, ну, к себе в сотрудники. Вот. Ну, и дядя Вова у нас был один из самых первых людей, кого мы позвали, обратились и сказали, давайте что-нибудь делать. Ну, а тут еще возникла идея поставить спектакль. То есть параллельно вы занимаетесь с детьми, да, вы обучаетесь? Да. Это основное, да? Основная наша деятельность – это, да, воспитание детей, театральное мастерство, значит, хореография и вокал. То есть мы по всему городу, мы в трех районах работаем. А основное помещение у нас находится на Северном. И там же будет? И там же будет применение. Там же, да. У нас хороший камерный зал на 40 человек зрителей. Очень приютный, да. Да, то есть полностью оборудованная сцена. И, ну, а душа актерская, она всегда хочет какого-то творчества. Да, это первая операция. Надо, чтобы это, да, во что-то вылилось. Да. Это первая операция. И через два года существования нашей школы мы решили, а почему бы не поставить на взрослого зрителя такой профессиональный спектакль с профессиональным режиссером, профессиональной актрисой. Так, теперь микрофон отдавайте Викторе. Я очень хочу, да, профессиональную актрису послушать, потому что раскрыть женскую суть, мне кажется, это такая задача изначально, в принципе, очень сложная. Я бы даже сказала провальная, потому что это непредсказуемо. Насколько, да, было сложное, Виктория, вам, тем более это моноспектакль, и вы одна, должны держать зрителя. Да, вот сам опыт, конечно, у меня впервые такой. До этого всегда я работала в спектакле, где много актеров, партнеров, на которые можно опереться. А здесь твой партнер — это зритель. Уж забыл текст, так забыл, да? Здесь только зритель, его реакция, его глаза, ощущения зрителя. Насколько сложно? Нет, наверное, сам материал не настолько сложный, потому как я всё это проживала так или иначе, ну, в той или иной степени в своей жизни. И это как откровение, спектакль «Откровение» о том, что у нас, у женщин внутри, даже зачастую, когда на лице улыбка, радость. А внутри иное. И женщина может развлекаться, заниматься какими-то интересными занятиями, какими-то интересными для неё занятиями, но внутри ощущать совсем другое. То есть вот эта вот частица чёрта в нас всё-таки есть чуть-чуть, да, внутри там? И, конечно же, конечно же, это спектакль о надежде. О надежде, что всё будет хорошо, несмотря ни на что, нужно верить, надеяться, ждать, и обязательно всё образуется. У нас уже был в прошлое воскресенье, 16-го числа, 14-го, на Покрова, да, у нас был предпремьерный показ со зрителем. По крайней мере. И даже было обсуждение. И вот одна актриса там сказала, говорит, а Вика там вот о надежде, да, она в конце произносит такую фразу, там, когда Серёжа Биланов читает монолог, он говорит, ты мне слышишь, ты мне веришь. Она говорит, верю. Одна актриса, она пришла и сказала, нет, она не должна говорить верю, она должна сказать, я тебе не верю. Всё-таки? Не, а ты меня слышишь? Да, слышу. Она должна сказать, я тебе не верю. Я говорю, всё, нет, это не о том, это не туда. Более того, мы сделали после спектакля обсуждение такое живое со зрителем, причём собралось довольно-таки много людей, человек 30 было. Люди любят бесплатно прийти на спектакль посмотреть. Ну почему, понятно. Значит, собралось много зрителей и стали обсуждать после спектакля. Я думаю, ну кто будет обсуждать? Наверное, сейчас все разойдутся, нет. А вы заранее предупредили, что будет обсуждать? Да, дядя Вова говорит в конце спектакля, хотите обсудить, пожалуйста, обсуждаем. Сейчас перерывчик и обсуждаем. Как бы все вышли из зала, мы думаем, ну фу, сейчас разбираем декорацию, всё хорошо. И они все возвращаются и рассаживаются. Неожиданно. И мы минут на 40 начали обсуждать. И понимаете, мнения у всех разные. Как будто смотрели разные спектакли. А увидел каждый свою историю. Ну споры жаркие. В этом и плюс, в этом и цимус весь, правда? Да, замечательно. Споры жаркие были? Как зритель принял? Да, да. Жаркие, культурные, интеллигентные были споры. То есть до драки не доходило? Вообще я впервые, конечно, слышу, что после спектакля выходят зрители, потом они заходят обратно и обсуждают. Просто это был, можно назвать это как генеральный прогон, но на зрители. Конечно, когда... Проверка материала. Ну да, да, да. Мы проверяли, мы хотели услышать отзывы, потому что у нас есть ещё две репетиции, чтобы, может быть, мы для себя что-то полезное найдём, что-то подправить, подкорректировать. И уже, кстати, такие корректировки мы вчера уже сделали. Кстати, я должен сказать, что актрисе это очень сложная, очень тяжёлая работа. Ещё для неё это было, чтобы она почувствовала дыхание зала впервые. Потому что, ну, сидел я нос к носу с ней. Ну, Славик сидит за пультом. Ну, ещё двоих там, тётю Машу уборщицу позвали, и всё, да? А тут было... Важно было, я должен сказать, что актрисе гораздо сложнее работать в таком спектакле, нежели режиссёру. Потому что режиссёру проще с одной актрисой работать, чем с несколькими. Несколько линий сюжетных прослеживать. Мне гораздо было проще, чем, допустим, если бы у меня было пять человек в спектакле. А вот ей сложнее. Я поняла, теперь вы будете всё время только моноспектакли ставить. Ну, вы не скучили всю прелесть. Вот я читаю вашу программку и вижу, что данный проект носит благотворительный характер. И часть денег со сборов школы, театра и пластики артиста даёт фонд защиты брошенных плоденцев «Я без мамы». Этот фонд нам попадался буквально несколько дней назад. Он не то, чтобы попадался. Они бы, представители этого фонда, были у нас в гостях. Да, да. Вот почему с этим фондом? Почему вот такой благотворительный проект? Почему о благотворительности, да, речь пошла? Ну, это, наверное, сейчас Вика расскажет, потому что она была инициатором, она очень долго искала смысл всего этого. Ну, отдайте микрофон, она расскажет. Ну, во-первых, мы знакомы с Натальей, представителем фонда «Я без мамы» уже много лет. И как-то так вот судьба нас свела, и помогаем. Друг другу, да? Лично, да. Ну, и плюс, да, действительно, я искала какой-то смысл больше, чем просто показать себя и продать билеты. И как-то в одно прекрасное утро я его нашла. Я поняла, что если этот спектакль еще принесет какую-то пользу детям, то это будет вообще отлично. То есть вот тут вот все звезды сходятся в том, что вы хотите. То есть получается, что 21 октября люди, которые придут к вам на спектакль, купят билеты, они помогут, они не только насладятся, да, получается, эстетически. Уже потихонечку покупают. Удовольствие, они еще и помогут фонду «Я без мамы». Дорогие друзья, билеты нужно покупать вот прям срочно. А где, кстати, их можно купить? Тем более времени осталось совсем немного. А где можно их купить? Вся информация в интернете, нас можно найти, вбив просто в поисковике «Школа театра и пластики артист». Вбиваем, переходим, находим наш сайт, находим наши соцсети, там все есть, мы везде дублируем информацию. Инстаграм, в основном продажа идет через Инстаграм, там по прямой ссылке покупка онлайн билетов. А как вы в Инстаграме называетесь? Театр артист. Театр нижнего подчеркивания артист. Да, вот есть здесь... На программках-то я понимаю, мы это видим, а остальные как должны увидеть? Ну, к сожалению, оператор, я смотрю, нет возможности здесь кругу. Все правильно? Да. В Машкин в очках я нет, я бы о чем говорила, что там написано. Театр нижнее подчеркивание артист. Да, ищем в Инстаграме. Все хорошо, договорились, спасибо вам огромное. Я понимаю, что заранее, конечно, с премьеры не поздравляют, но мы надеемся, мы уверены даже в том, что она будет великолепная. Надеюсь, что вы нам потом позвоните и скажете свои впечатления. Впечатления, и мы, может быть, по телефону с вами в эфире обсудим прошедший спектакль. Успехов вам, удачи и доброго утра, хорошего дня сегодня. Спасибо. 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 Совсем недавно мы рассказывали о том, как прошел слет, студенческий слет, и как там наши ростовские студенческие отряды заняли какие-то хорошие места. Первое. А, это первое место. Прекрасно. Я хочу продолжить эту тему, потому что она нескончаема. Во-первых, она мне очень нравится. Я тоже в молодости была в студенческих отрядах. А во-вторых, есть еще одна организация, которая провела отдельно свой слет студенческих отрядов. Это Росатом. Так называется это. Это корпорация огромная. А, у Росатома отдельно свои фестивали, свои соревнования по бадминтону, шахматам. Скоро появится отдельная планета. Отдельная планета у Росатома. У них просто очень активная и интересная жизнь. Так вот, экскурсия на ростовскую АЭС как подарок к десятилетию развития движения студенческих строительных отрядов атомной отрасли. Вот так вот оказывается. Итак, значит, проходил четвертый всероссийский слет в студенческих строительных отрядах атомной отрасли. Участникам слета была организована экскурсия на ростовскую АЭС. В Волгодонск прибыла делегация из 120 стройотрядовцев. Для ребят эта экскурсия была уникальна. Почему? Они смогли увидеть то, что когда-то кто-то из них или другие стройотряды помогали и начинали строить. После первого года работы на Нововоронежской АЭС хотелось попасть на ростовскую атомную станцию, так как именно здесь возродились строительные студенческие отряды. И очень приятно, что в течение десятилетий развития студенческих строительных отрядов атомной отрасли сделали такой подарок. Экскурсия была интересной и познавательной. И об этом написал на своей страничке комиссар штаба Всебелорусской молодежной стройки БелАЭС-2018. То есть у них не просто своя планета, они еще с другими странами. Они еще с другими странами, да, совещаются и к ним приезжают в гости. Так что, друзья, вот это было очень интересным. Строотряды помогали строить ростовскую АЭС и увидели результатов. Когда мы поедем в гости на атомную ростовскую? Когда нам это государство даст телевизор? Знаете, эта мысль у меня тоже возникла, что вот там такие происходят интересные события, нам давно пора уже туда отправиться. Уважаемые сотрудники ростовской АЭС, пригласите нас, пожалуйста, к себе в гости. Мы очень этого хотим. Мы хотим увидеть и пощупать все то, что там происходит. И, конечно же, то, что происходит, входит в историю, возможно. И этот день, когда мы туда отправимся, войдет в историю. 18 октября 1900 года Нахичеванская городская управа заключила договор об устройстве электрических дорог для перевозки пассажиров. Договор заключен с Бельгийским акционерным обществом Ростовских конно-железных дорог. 18 октября 1907 года торжественно открыт Донской политехнический институт. Первое высшее техническое учебное заведение на юге России. За свою более чем вековую деятельность ВУЗ внес значительный вклад в развитие инженерного образования России, подготовив более 150 тысяч специалистов. В их числе 7 героев Советского Союза, 2 героя России, 23 героя социалистического труда, а также выдающиеся деятели наук, изобретатели и конструкторы. 18 октября 1907 года родился Петр Григорьевич Лобода, актер Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького, народный артист СССР. Актерскую карьеру начинал в 30-е годы в Театре рабочей молодежи. В числе его ролей Дед Щукарь и Пантелей Мелехов в поднятой целине и Тихом Доне Михаила Шолохова. 18 октября 1912 года родился Григорий Алексеевич Таран, герой Советского Союза. После окончания Батайской авиационной школы Гражданского воздушного флота работал летчиком-инструктором. Инициатор полетов на предельно малых высотах, что снижало риск подвернуться зенитному обстрелу. Капитан Таран к концу сентября 1944 года совершил 660 боевых вылетов в тыл противника и на передний край. После демобилизации участвовал в испытаниях транспортных самолетов и освоении международных маршрутов. Ну и еще немного в дополнение к рубрике «День в истории». При раскопках в Азове на переулке Олега Кашевого найден пригород средневекового города Азак. В ходе раскопок были найдены вещи, относящиеся к XIV веку. А вы знаете, что такое Азак? Я вас перебью на секундочку. Это старинное название Азовского моря. О как! Да, потому что и называли Азака Таныча. Да-да-да. То есть там разные названия были. Ну, в общем, дело в том, что сложность раскопок, есть определенная сложность в раскопках. Дело в том, что вся поверхность земли над городом сильно, очень сильно утрамбована. Об этом рассказывают в Азовском музее-заповеднике. В этом месте в средние века стояли юрты, переносные каркасные жилища. Если кто-то не знает, с войлочным таким покрытием, они у тюркских племен, у монгольских племен используются. И, наверное, еще... И у башкирских. И, наверное, еще у колотных. Ну, чукчи, венки, там, всякие такие кочевые, короче, народы. Я там был, я в юрте тоже спал. Да, кочевые народы. И в музее-заповеднике тоже был. И очень радостно, конечно, что вот нашли новые какие-то невероятные раскопки. Много каких-то тайм еще хранит наша земля. Ой, не говорите. А вообще в Ростовской области столько происходит событий, которыми могут гордиться не только ростовчане, но, мне кажется, и вся страна. Совсем недавно была выставка «Золотая осень-2018». Она проходила в Москве. И во все российском мероприятии приняла участие официальная делегация Ростовской области в составе 120 человек. Из них четверо – представители государственной ветеринарной службы региона. Возглавил всю делегацию губернатор нашей области Василий Голових. Итак, в рамках 20-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» состоялись награждения победителей профессиональных конкурсов в различных номинациях. И свои награды получила и Донская ветеринарная служба. За достигнутые успехи в борьбе и за работу лечебно-профилактических мероприятий в очаге, сейчас я попробую это правильно почитать, нодулярного дерматита крупно-рогатого скота в восточных районах Ростовской области, «Ес», я это выговорила, Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных была удостоена медали высшей пробы, а за другую работу получила бронзовую медаль. Так что вот у нас есть тоже чем гордиться. Вот такие события происходят в Ростове и области. А что еще? Кстати, вот они же ездили на выставку и, естественно, хорошо выглядели. И, конечно же, мужчины одевали серьезные, строгие костюмы. И в этих костюмах нагрудный платок играл немалую роль. А вдруг кто-то не знает, как это сделать, мы сейчас вам подскажем. В сегодняшнем видео мы покажем вам три простых классических способа сложить нагрудный платок. Сложенный вдвое. Сложите платок пополам в два раза, чтобы получился ровный квадрат. Далее сложите его по диагонали так, чтобы один из уголков был несколько смещен относительно другого. Подверните левую треть сложенного платка в правую сторону. Затем правую треть налево. Теперь платок готов к размещению в кармашке. Крылообразный. Возьмите один из уголков платка и соедините его с другим так, чтобы получился треугольник. Загните уголки, расположенные на самой длинной стороне треугольника, к его вершине. У полученного ромба загните три уголка к центру. Разместите сложенный платок в кармашке пиджака. Эксцентричный. Возьмите платок за середину, чтобы концы свисали свободно. Пропустите платок через руку и на середине сделайте полуоборот. Сложите платок пару раз, начиная с конца без краев. Разместите сложенный платок в кармашке пиджака. Ростовчанин Василий Казаченко стал победителем конкурса «Мистер Россия Универс 2018». Самых красивых и талантливых мужчин страны выбирали 15 октября в Донской столице. В отборочных этапах конкурса «Мистер Россия» приняли участие десятки представителей сильного пола. Дошедшие до финала счастливчики приехали в Ростов, чтобы пройти заключительные испытания. В ходе дефиле конкурсанты продемонстрировали вечерние и национальные костюмы. Каждый участник подготовил видеовизитку, в которой рассказал о родном городе и своей семье. Кроме того, мужчины исполнили свои творческие номера. Василий Казаченков представил на суд жюри лазерное шоу «Человек-икс». Танец с элементами лазера я готовил в течение двух недель. Однако самым тяжелым заданием конкурса для меня стал общий постановочный номер. Было много сложных танцевальных элементов, которые нужно было изучить в течение всего трех дней. Поделился вот ростовчанин. Выступление, кстати, Василий оценили выше других. По итогам конкурса он стал обладателем титула «Мистер Россия 2018». В следующем году именно он представит нашу страну на конкурсе «Мистер Вселенная», который пройдет не где-нибудь, а в США. И Василию, причем 25 лет, он работает инженером-технологом на одном из предприятий нашего города. Главным увлечением считается бадминтон, а недавно он занял первое место на мировых корпоративных играх. Он считает, что настоящий мужчина должен обладать целым рядом качеством. Он говорит так, парень должен уметь брать на себя ответственность. Важно быть мужественным и харизматичным. Мужчине нельзя бояться проявлять инициативу. Доказал не словом, а делом. Две минуты, я держу руку и хочу задать вопрос, который, я думаю, возник у многих, не только сидящих рядом со мной, и окружающих тоже. Когда женщины участвуют в конкурсе красоты, у них обязательно есть дефиле в купальных костюмах. У меня вопрос. А когда мужчины участвуют в конкурсе красоты, у них есть такое дефиле? Ирина, в вечерних и национальных костюмах. Вот, это несправедливо, это дискриминация. Если на Гавайях у мужчин национальный костюм ветки пальмы, то, соответственно, может быть. Да, ну и, конечно, прям парабанную дробь. Алексей так ее очень изобразил, как-то неактивно. Давайте послушаем одну музыкальную композицию, и вы поймете, о чем я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти вот молодые люди не на переднем плане, которые спортсмены, а которые на заднем, музыка, вот эти необыкновенные, харизматичные молодые люди, барабаны всевозможные, все это совсем скоро будет у нас в студии, и вы услышите настоящую, живую, необыкновенную музыку. Я даже не знаю, смогут ли герои следующей информации прийти когда-нибудь к нам в студию, чтобы мы тоже увидели их харизму и услышали их рычание, я бы вот так не побоялась сказать. Дело в том, что в Ростове установили новый памятник, причем сделали это байкеры. Монумент навстречу ветру появился в микрорайоне Суворовский на аллее байкеров. Идея его установки родилась еще осенью 2017 года, во время посадки этой самой аллеи. Было высушено 30 кленов и 15 берез, но уцелели не все, и нам захотелось не только вырастить деревья, но и установить монумент, который станет символом тех людей, которые высадили деревья. Об этом рассказал представитель мотодвижения «Мотовольница» Борис Мазурчик. Цель установки монумента – создать то, чего ни у кого не было, что привлекало бы внимание людей абсолютно всех поколений. Самое главное, чтобы воздвигнутый монумент был реально движущимся. Этот мотоцикл ездил по дорогам города. Воплотил проект в жизнь Сергей Будянский. Спонсировали его представители ростовского отделения клуба «Ночные волки». Сейчас там проводятся работы по укладке плитки. И, кроме того, там появится табличка с QR-кодом, с помощью которой можно будет узнать историю создания монумента, добавил Байкер. Ну, нужно отметить, что официальное открытие монумента запланировано на 20 октября. И «Ночные волки» совместят его с закрытием мотосезона. И еще можно будет прийти и просто насладиться этим событием, посмотреть на новый монумент, совершенно необычный. Ну, а мы, друзья, монумент посмотрим чуть позже, когда уже это будет возможно. А сейчас просто раздвигаем студию, потому что сразу после рекламы у нас в гостях трэбл-шоу «Барракуда». И вновь утро на канале «Дон-24». И я вам хочу сказать, что концентрация ударных инструментов на квадратный метр в нашей студии резко подскочила. Алина, почему? А все потому, что руководитель продюсерского центра «Барракуда» Армен Борисович Еритян привел сегодня своих подопечных сюда к нам. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Причем я понимаю, что это не полный состав «Барракуда». Да, у нас более 20 человек, если не считать те, которые ходят, не ходят. Мы стараемся, чтобы увеличиваться. Цель стоит, чтобы более 100 человек было у нас. Ничего себе! И все с ударными инструментами, да? Да, мы думаем, что Москва сразу не строилась, мы построим нашу Москву и будем удивлять весь мир так, как мы находимся в городе Ростове, прекрасном городе, прекрасном столице Южно-Федерального округа. Это для нас большая честь, и мы хотим, чтобы весь мир знал, что в мире есть город такой прекрасный. Армен Борисович, вы уже давно занимаетесь относительно таким прекрасным занятием созданием музыки, созданием артистов. Растите фактически с малых лет. Сейчас более 20 человек, и все играют на ударных инструментах. Вы наверняка активно гастролируете. Да, мы в прошлом году сделали много интересных проектов. Один из них – «Мы дети многонационального дона». Благодаря нашему прекрасному губернатору, нашим прекрасным меценатам – это Сурмалян, Арутюна Арменакович, Волков и многие другие – мы смогли реализовать много наших задач. И в нашем проекте участвовали более 10 национальностей, были представлены, приходили к нам в гости председатели разных национальных общин. Им очень понравилось, и мы хотим, наша основная цель, представляя город Ростов, представить его непосредственно в Москве, в Кремле с этим же проектом, представить его по всему миру. И мы уверены, что мы это сможем, и уверены, что в мире, в Европе также стоя будут аплодировать нам. Я не сомневаюсь. А мы можем вообще посмотреть, что вы можете? Хотя бы чуть-чуть. Что мы в Кремль повезем в ближайшее время. Хорошо. Так, ну что, пробуем? Да. Ну что, пробуем. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво, браво, браво! Как это интересно, как это необычно. Армен Борисович, вот скажите мне, пожалуйста, это же прекрасное искусство. Мало того, что это звучит как-то, это еще так зрелищно. Вы где-то этому учились. Где вы берете эти трюки? Как они придумываются? Вы знаете, есть такие моменты, что где-то увидел, посмотрел, взял на вооружение. А есть, когда ты сам начинаешь сочинять. Буквально мы недавно сделали очень уникальный проект. Представили мерам городов по обратимым городу Ростову. Уникальнейшие в мире нет. И я предупреждаю, что права защищены, потому что многие крадут. Это очень плохо, потому что ты создаешь... Вкладываешь, придумываешь. Вкладываешь душу, сердце. И кто-то берет, просто тупо крадет. Это очень обидно. Предупреждаю этих людей. Но я одно скажу, мы удивили этих людей. Мы сочетание сделали лазерное шоу и барабаны, которые светятся. Это при игре. Ух ты, вы представляете? Это же может быть целое представление лазерное, такое красивое, потому что если вы крутите барабаны... И нас действительно заметили. И в прошлом году тоже замечали меры городов. И мы хотим сделать так, чтобы непосредственно наш город Ростов, он блистал везде, как он сейчас блистает. Мы с нашей стороны, маленькую частичку нашей души, сердца приставили по всему миру. Вы большие патриоты. Возраст? Я смотрю на вот этого малыша. Да, кстати, я вот тоже хотел спросить. Какой возраст в вашем коллективе? У нас дети есть от 4 лет. Вот у нас он уже, можно сказать, уже... Как его зовут? Давид. Давид. Сколько ему лет? Сейчас 5 лет ему. Уже 6? Да, уже 6. Вот они не в курсе руководители. А пришел где-то, было ему 4 годика. А где вы находите, собственно, артистов-то для... Вы знаете, есть такое сарафанное радио, про нас узнают люди и желают приходить к нам. Мы помимо этого выступаем. Я повторюсь еще раз. В прошлом году, так как мы сделали формат благотворительный проект, очень многие оттуда детей увидели, захотелось им поучаствовать в этом нашем проектах. И мы большим удовольствием, вместо того, чтобы наши дети занимались телефонами, какие-то моменты, и это самое, и врушить здесь общение друг с другом, создавать, творить, это очень важно составить. А у вас девочки есть в коллективе? Да, у нас девочка есть, маленькая и есть, и старшая. К сожалению, не получилось, чтобы она пришла, она учится. Но в следующий раз, когда-нибудь вы пригласите, мы обязательно с ними придете. Я знаю, что у вас есть какая-то невероятная композиция, где музыка разных национальностей, разных направлений. Вы можете нам это показать? Да, обязательно. Для этого нам надо попросить, чтобы включили вам фон. Пожалуйста, если вы готовы, мы готовы выступить. Вот так. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, если будут еще даже фейерверки Это будет просто потрясающе Вы знаете, у нас действительно, я сделал несколько лет назад, в единственном мире загорающийся барабан, который крутится на пальце. Это очень уникальный вариант, когда крутится на пальце, он загорается. Это моя тоже задумка. Многие сейчас, кое-кто взял, украл меня. Ну, надеюсь, что такие моменты не будут постараться. Больше у вас, да, не будет, и у вас обязательно все получится. Я уверена, что вы сегодня разбудили весь Ростов своими звуками. Осталось хором всем крикнуть «Доброе утро!» Три-четыре. Доброе утро! Одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк.